Русские конструкторы никогда не останавливаются на достигнутом. Недавно глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что наши специалисты уже завершили проектирование атомной подводной лодки пятого поколения типа «Хаски». Опытно-конструкторские работы по этому проекту начнутся в 2023 году, а головной атомоход будет построен к 2027. Но уже сегодня, на основе избранной концепции, активно ведётся разработка конкретных технологий и конструктивных решений для достижения заданных тактико-технических характеристик подлодки. Большинство из этих характеристик являются военной тайной, но кое о чём можно сказать прямо сейчас. Так, например, «Хаски» станет практически полностью бесшумной. Точнее говоря, её шумы просто сольются с фоновым шумом Мирового океана, то есть выделить её акустическое поле на фоне плеска волн, движений рыбных косяков и иных морских шумов природного или биологического происхождения будет просто технически невозможно. Кроме того, «Хаски» должна стать первой лодкой, построенной по подводной стелс-технологии. Её геометрия и покрытие корпуса выбраны таким образом, чтобы сигналы вражеских гидролокаторов полностью поглощались или бесследно рассеивались в водной толще. А сам корпус нашего нового атомохода будет построен с максимальным использованием композиционных материалов, которые сделают его легче, манёвреннее и позволят эффективно вести боевые действия на таких глубинах, которые сегодня никому не доступны. Также очень вероятно, что в новом ракетоносце будет размещен не традиционный для подводного флота водоводяной атомный реактор, а так называемый реактор GMT, в котором тепло переносится с жидким металлом. У таких реакторов множество достоинств. Во-первых, они меньше шумят, так как жидкий металл в них циркулирует практически под атмосферным давлением, в отличие от перегретого пара водоводяного реактора, который движется в первом контуре под колоссальным давлением в сотни атмосфер. Во-вторых, при равной мощности габариты жидкометаллического реактора в разы меньше, чем у водяного, что позволяет высвободить большие дополнительные объёмы для оружия, электроники и систем обеспечения живучести. Наконец, в-третьих, GMT-реактор способен набирать и сбрасывать мощность с невероятной скоростью, что сделает огромный подводный крейсер манёвренным, как велосипед. На вооружении у Хаски будут стоять дальноходные универсальные торпеды нового поколения, но главное, конечно, ракеты. Это будут крылатые ракеты большой дальности и высокой точности, которые смогут наносить сокрушительные удары по корабельным группировкам врага за многие тысячи миль от точки пуска или поражать важные цели противника в стратегической глубине его собственной территории. Нынешнее поколение таких ракет представлено знаменитыми калибрами, но их новые образцы станут ещё более эффективными, дальнобойными и неотразимыми. Однако настоящей оружейной изюминкой новой подлодки станут гиперзвуковые ракеты морского базирования «Циркон». Эти морские потомки сухопутного «Искандера» и воздушного «Кинжала», разгоняясь до скорости в 10 раз превышающей скорость звука, смогут молниеносно поражать любые назначенные цели, как стационарные сухопутные, так и мобильные морские, на дальностях свыше 2000 км. Но главной ударной силой Хаски станет её умная электронная начинка, её искусственный боевой интеллект, который впервые позволит включить подводную лодку в единую сеть воздушного, наземного и морского оружия, централизованно управляемого из общего стратегического центра. Отличительными чертами русских атомоходов пятого поколения станут не только их рекордные скорости и глубины погружения. Они получат новые комплексы связи и управления, которые позволят интегрировать их в единое информационное пространство Министерства обороны и надёжно управлять ими из центра в реальном масштабе времени, то есть сделают их сокрушительным оружием так называемых сети центрических войн нового поколения. Заранее развернутые во всех ключевых районах Мирового океана атомоходы типа Хаски станут идеальным оружием так называемого быстрого глобального удара. Находясь постоянно на связи, они в любой момент, получив боевой приказ, смогут в считанные минуты уничтожить любую цель на вражеской территории или в морской акватории противника. Мы русские, с нами Бог. Господи, благослови. Тут, конечно, принципиальным является вопрос нового поколения средств связи. Вот, может, это для кого-то странно звучит, но для того, чтобы, скажем, подводные лодки, атомоходы типа Хаски пятого поколения, они действительно стали сверхэффективными, нужно решить в первую очередь даже не вопрос с оружием, хотя это, безусловно, важнейший элемент, а решить проблему связи. И объясню, в чем дело. Вот я вам говорил, что у нас был назначен режим связи 4 часа. Вообще штатные режимы связи на тот момент, когда я служил, от 4 часов до 48 часов. То есть, либо каждые 4 часа, там, 12, 24 или 48 часов подводная лодка всплывает, потому что для того, чтобы принять сигнал от спутника, если связь осуществляется через спутник, нам нужно в определенный момент всплыть под время пролета, и он пролетает, сбросит информацию на приемное устройство подводной лодки. Есть другие возможности. Например, можно не всплывать под перископ даже, но все равно подводная лодка – это довольно сложный маневр. Подводная лодка движется стабильно на глубине, скажем, 50 метров, выпускается так называемый параван. Это такой небольшой подводный самолетик. Вот подводная лодка идет, планер, и набегающим потоком она его выпускает, и он поднимается, всплывает к поверхности. И где-то под поверхностью на глубине 2-3 метра, может быть, 4 метра, он вслед за лодкой тянется. А у него внутри приемная аппаратура связи. А на материке находятся огромные антенные поля для того, чтобы создавать сверхдлинные волны. Потому что чем больше длина волны, тем глубже проникает она в водную толщу. Так же под водой невозможно связаться. Обычно по радио невозможно связаться. Для того, чтобы там хотя бы на 3-4-5 метров, нужна огромная длина волны. И вот эти антенные поля, они иногда там тянутся на километры. И тогда, в принципе, подводная лодка может и не всплывать, а принять сигнал вот на этот параван. Но она не может постоянно идти под параваном, понимаете, тащить за собой параван. Потому что, во-первых, он ее демаскирует, во-вторых, он лишает ее всякой возможности к маневру. И по глубине, и по курсу. То есть она становится в этот момент фактически беззащитной. Так что, похоже, если верить тому, что в открытых источниках проскальзывает, похоже, что вот эта проблема решена. Я даже не берусь сейчас судить, каким образом она решена. Возможно, научились создавать какие-то сигналы с какими-то вообще-то сверх-сверх длинными волнами, которые проникают в глубину морскую на 100 метров. Хотя бы. Потому что если на 100 метров, то в этом диапазоне подводная лодка может маневрировать. И это тоже накладывает некоторые ограничения, но не такие большие. И постоянно быть на связи, что здесь самое-то главное. Понимаете? Ведь почему ракетоносцы подводные называют оружием ответного удара? А потому что они не могут получить мгновенный приказ. Если у меня режим связи 24 часа, вот я всплыл, пока ничего нет, ну хорошо, я обратно погрузился. А через час после этого, не приведи господи, разразился конфликт. Я же через час-то выстрелить не смогу. Я же не узнаю об этом конфликте, пока я в следующий раз не всплыву и не получу соответствующий сигнал от спутника. То есть, там многократное дублирование проходит. Еще в те времена, когда я служил, требования предъявлялись следующие. Вероятность приема сигнала должна быть 9,3 девятки. То есть, 9,999, то есть, одна десятитысячная только вероятность того, что что-то с сигналом случится не так. А 9,999 – это вероятность того, что сигнал будет принят. То есть, он будет принят, и он будет исполнен, и на врага обрушится этот удар. Но это уже будет удар возмездия. Это не удар, который можно нанести в режиме реального времени. Это не шахтная пусковая установка, которая стоит и в которой в течение 30 секунд, если она в дежурном режиме или в течение 40-50 секунд, она готова взлететь и понестись по направлению к своей цели. Но если вот эту проблему связи решить, и подводные лодки пятого поколения получат возможность находиться на связи постоянно, то есть, постоянно принимать управляющие сигналы, сама подводная лодка, она, естественно, не будет ничего излучать для того, чтобы не демаскировать себя. Скрытность, основное тактическое качество подводной лодки этого никто не отменял. А вот она будет получить возможность все время слушать и ждать, и принимать эти сигналы боевого управления. Вот тогда, да, тогда, конечно, произойдет качественный скачок, и тогда реально вот эти атомоходы типа Хаски, они станут таким вот просто неотразимым оружием быстрого глобального удара. Потому что если предположить, что там будут гиперзвуковые ракеты, предположим, это гиперзвуковые ракеты, которые будут иметь характеристики аналогичные там вот нынешним кинжалам, да, они будут лететь там, скажем, на 2000 километров. Только разгоняться они будут при этом не самолетами, да, кинжал разгоняется с помощью МиГ-31, этого тяжелого истребителя-перехватчика, а на корабельном, на морском варианте, там, конечно, должны стоять какие-то мощные стартовые двигатели разгонные, которые будут до нужных скоростей, так сказать, эту ракету разгонять. Но вот если это все будет решено, то тогда действительно атомная подводная лодка, обнаружить ее практически невозможно такую, то есть она может оказаться где угодно, то есть мы можем заранее развернуть на любых направлениях группировки своих подводных сил, и потом они в течение там нескольких минут с момента получения приказа, если связь проходит в режиме реального времени, они смогут нанести удар. Причем, что важно, что этот удар-то будет не ядерный, речь же ведь в чем смысл-то этого быстрого глобального удар, что мы в течение часа с момента получения приказа поражаем любую цель в любой точке планеты не ядерным оружием, обычным, то есть не создавая прецедента. Вот в случае, если Хаски будут обладать заявленными характеристиками, если будет решена проблема связи, и если гиперзвуковые ракеты «Циркон» получат тоже соответствующие характеристики по дальности, то тогда можно сказать, что вот к 1927 году, когда, как говорят, первая такая подводная лодка должна быть построена, мы получим, первыми в мире получим реальное оружие, неотразимое оружие быстрого глобального удара. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова